Всем привет! Сегодня будет обзор на Инке. Помада Color Obsession или взрывной цвет. 10 помад, 10 свочи, как на губах, так и на руке. Помада Color Obsession, либо она переводится как взрывной цвет. Слышали, взрыв какой-то произошел. Действительно взрывной цвет. Первый оттенок 35155, ванильное небо. Нюдовый оттенок, легкий и подойдет для ежедневного макияжа. Как выглядит помадка. Помада 35157, дикая роза. И аромат помады это энергоблеск. Помните, есть такая помада была? Свежий, легкий, огуречный запах. 35159, и давайте буду просто называть. 59-й, земличная поляна. Все оттенки я ношу без контура, чтобы вы могли оценить по-настоящему цвет, пигмент, а не оттенок карандаша. 58, розовая пантера. И именно его хотела себе сразу изначально приобрести, потому что я люблю яркие оттенки. Вы часто меня спрашиваете, что это за розовый оттеночек. Думаю, что пополню себе копилочку, но не всем подойдет. И это действительно взрыв цвета. Насыщенный, яркий оттенок. Помада технологии Хромолот обеспечивает высокую концентрацию насыщенных пигментов больше, чем в обычной помаде. 60-й оттенок, заводной апельсин. По мне так это взрывная морковка. Кто ищет оранжевый оттенок, как раз таки оттенок морковки, это ваш. 35161, красная жара. И это мега крутой оттенок. Вы больше всего делали запросы в инстаграме, что это за код, что это за помада. Это она. Она у меня уже была. И это насыщенный оттенок. Мне кажется, он будет самый-самый популярный. Эту помаду мне выслали как раз таки в качестве официального обозревателя Арифлейм. И они угадали с оттенком, потому что он мега крутой. И это классический красный, который подойдет всем. Он красный с холодным потоном. Немножко камера не подает. Помада мягко ложится. Она комфортная. И посмотрите, ее я делала абсолютно без контура. Как она есть, а с контуром, если ее сделать, красота будет. Оттенок 35162, гранатовый браслет. И я даже не знаю, какой больше красный мне нравится, потому что этот оттенок, он более глубокий. Несмотря на то, что в футляре он темный, на губах он благородный. Формула помады не прерыла 8-часового увлажнения. Действительно, еще раз. Легкая-легкая, невесомая текстура. Я даже не могу налюбоваться. Такой классный оттенок, а вам как? 163-й, либо оттенок черничной ночи. Но это не та черника, которую вы видите. Это что-то среднее между вот этим оттенком и такой красоватым, в котором вы видите. Я его точно себе приобрету. Ежевичные оттенки сейчас в моде, но это не та ежевика. Ежевика-год. Да, это такая благородная ежевика, которая, мне кажется, подойдет многим. Пробуйте, возьмите в пробники и не бойтесь, что он такой темный. Оттенок 64, вишневая бомба. И это уже более глубокий красный оттенок, насыщенный. Оттенки не пришивят. Они хорошо прорабатываются, прокрашиваются и смотрятся каждой отдельно благородно. А вот так выглядят все оттенки помады. Невероятно красиво, правда же? Хочется прям каждую-каждую попробовать. Давайте еще раз поближе посмотрим оттеночки. Помад. Я вас очень прошу выбрать два оттенка, которые мне больше идут. И по вашему опросу я себе их обязательно закажу в следующем закате. Буду с удовольствием носить, зная, что именно вы выбрали мне их. И также напишите пару оттенков, которые вы бы себе примерили, посмотрели, какие вам больше всего нравятся. Возможно, будет подходить. Давайте посмотрим оттеночки. Земляничная поляна, гранатовый браслет, ванильное небо, черничные ночи, розовая пантера, красная жара, вишневая бомба, дикая роза и звездный апельсин. Так, оттеночки поближе. Также напишите, какие оттенки вы хотели бы себе примерить. Надеюсь, это видео вам будет полезным. Ставьте лайк и нажмите на колокольчик. Я вам говорю, что следующее видео выйдет в четверг. Но на самом деле я не могу дождаться до четверга, когда я сняла видео, обработала. Мне хочется его выложить раньше. Или это не одно видео, это два видео на неделю. Потому что я действительно сумасшедшая влюблена в косметику. Хочу просто вам рассказать не то, что в рамках официального обозревателя Reflame, что-то еще новенького, фишечки, которые я узнала. Также подписывайтесь на мой инстаграм. Там чаще я буду освещать какие-то новиночки. Либо рассказывать о своей жизни, которая у меня происходит. Всем пока-пока!